Давайте начнем. У меня сегодня такая презентация. Будущее M-Level. Мы посмотрим, что такое M-Level более точно. Пока что скажу, что я имею в виду M-Level — это менеджмент среднего звена, да, middle level. Это project, product, delivery, line и другие менеджеры. Многие, наверное, меня знают. Да, кто меня знает, чтобы я пропустил этот слайд? Ну, я пропускаю. Спасибо. О чем мы поговорим сегодня? О трендах развития IT-сообщества, о трендах развития IT-индустрии, выводы по анализу деятельности компаний, то есть посмотрим, какие там были. И, собственно говоря, как я говорил, будет ко мне роль немножко футуролога. Вот, посмотрим будущее, да, что с нами сегодня будет. Вопрос к вам. Кто здесь? То есть кто имеет какое-то отношение к project delivery management? Понятно. Сейлы есть? Продажники, другими словами. Что? Нету сейлов? А зря. Хорошо. Хорошо. А есть директора небольших компаний? CEO, CEO тоже есть. Тоже хорошо. Ну ладно. А team lead есть? Немножко. Понятно. Я думаю, что все из вас услышат для себя интересные вещи. И я вот смотрел, еще раз посмотрел, пока мы там начинали ковыряться, докладом на конференции и понял, что конференция не про project management вообще. Да? Конференция про более великие мысли, более великие идеи. Вот первый спикер об этом говорил, да, про более великие идеи. Вот, я тоже буду об этом. И, судя по всему, остальные, почти все тоже будут об этом. На более великих идеях больше, чем просто project management. Что я имею в виду под M-Level, еще раз. Это product, project delivery менеджеры. Это sales account менеджеры, CEO, CEO, директора небольших компаний. Вот, как бы, эта вот прослойка, да, о которой мы говорим. Называть буду дальше M-Level. Хорошо? Чтобы было понятно. Кто знает мой стиль, там будет сейчас «Василин колец» кино. Очередная серия. Вот. Так что, как бы, я решил не изменять своему стилю. В таком стиле и продолжил. Тренды IT-образования. Вот, это те, которые хотят войти-войти, да. Вот, они там пытаются разными способами, правдами-неправдами. Не все доходят, конечно, там, некоторые падают. Вот, некоторых убивают по дороге. Если посмотреть по статистике, примерно вузы выпускают вот такое количество в год. 30-40 специалистов, которые потенциально могут работать в IT. То есть специальности, которые выпускают потенциальных айтишников, да. Вот. У вас может быть другая статистика, но сейчас не важно. Масштаб примерно такой, да. Это вот, мы говорим про Украину сейчас. Такой масштаб по Украине. IT-курсы. Произошло взрывное такое вот увеличение IT-курсов вообще везде, во всех городах. Не только у нас. У нас иногда, видишь, метро и на пиках рекламы IT-курсов, там видишь, что предложения по IT-курсам приближаются и даже превышают предложения по дешевой недвижимости. Вот. Да. Замечали такое? Кто метро ездит. Примерно, очень грубо, по Украине около 100 курсов. 100 IT-курсов разных – инженерных, менеджерских. Каждый из них выпускает в среднем 100-150 человек в год. Вот. Путем перенаживания получаем такую цифру. Вот. Причем их количество увеличилось буквально за последние пару лет. Понятно, да, какая добавка идет. Курсы при IT-компаниях тоже есть. У меня нет точно статистики, но я просто посмотрел на самые крупные компании, что они делают. Примерно, я думаю, тысяч пять, вот так, в год. Получается всего 45-60 тысяч человек в год. Понятно, что эти множества пересекаются. Ну, в среднем такая цифра. Почему-то не все доходят до IT. Ну, такая есть. Это реальность. Вот. Это есть. Ну, потому что образование такое, не такое, да. Ну, и так далее. Но, тем не менее, ситуация меняется. IT-курсы появляются. И более того, всякие кластеры и большие компании, они все-таки потихоньку допинывают вузы, чтобы вузы какие-то программы свои обновляли, либо же вводили новые, чтобы образование было более актуальным для отечественного рынка. Дальше тренд такой – это по конференциям. Тоже за последние 1-2 года взрывное количество конференций – это статистика примерно 100 конференций в год. За 15-й год произошло в Украине. Разных. Инженерных, менеджерских. Ну, представляете, да? Каждая конференция – это человек 100-200 в среднем. Ну, точно есть. Вот. Какое количество людей проходит через конференции, интересуется вообще, что происходит в IT-индустрии. Дальше – клубы. Такое поменьше, их вообще нестеснимое количество. Вот. Это более мелкие организации. Они тусуются там регулярно раз в квартал, допустим, раз в месяц. Собирают более узкую аудиторию и по количеству меньшую аудиторию, да? Но, тем не менее, их тоже огромное количество, если посчитать, это тоже десятки тысяч человек, которые вовлекаются ежегодно в этих клубах. Дальше – всякие семинары, тоже более мелкие такие вот события, как бы вдобавок к клубам и конференциям. Тоже их много, тоже есть. Коворкинги. Если до, там, 12-13 года их было там по пальцам пересчитать, сейчас их просто масса. Вот. Представьте себе, вот были там в Киеве, искали коворкинг. Ты заходишь, и в каждом занято полностью всё. То есть сколько там команд, проектов варится, да? Возможно стартапов и людей. То есть понимаете, что это не просто их делают, потому что это круто, круто, прикольно, да? Потому что они востребованы и индустрия развивается. Кластеры. Вот. Кластер – это в переводе монастырь. Ну или крепость, да? Вот. Кластер, понятно, самый первый, самый продвинутый – это львовский. Вот. Ну, так получилось. Молодцы. Потом по крутизне – харьковский, наверное. Вот. Кто знает, не знает, но, в принципе, нормально занимаются тоже люди, хорошо развивают IT-индустрию, ну так, в локальном масштабе, не только в локальном. Ну и дальше пошли Одесса, в Луцке есть кластер. Даже в Кременчуге есть такое небольшое сообщество, да? Тоже есть. Видите, как получается. А кто бы это мог быть? Не знаю. А? Кто? Циклом? Нет, это не кластер. Сума, Чернигов, еще варианты. На Чи. Черкасса, да. В Черкассах очень хороший, позитивный кластер. Вот это он. А это кто бы мог быть? Днепр, правильно. Наверное, из Днепра. Вот. То есть, в принципе… О, Киев добавился. Киев самый последний сообразил почему-то, да? Лучше нужно как-то образовываться вместе, собираться, делать какие-то инициативы. По кластерам тоже взрывное развитие, тоже показывает, отражает то, что эти индустрии развиваются. Основные задачи у кластеров – это образование, понятно. То есть они взаимодействуют с вузами, влияют на них позитивно. Они, возможно, партнерятся с какими-то IT-курсами и так далее. Как бы это не было грустно или смешно, это защита от нашего государства. Такое тоже есть. Тоже работа ведется, в принципе, успешно. Постучим по дереву, да. Хорошо. Количество айтишников. Как вы думаете, сколько айтишников сейчас есть в Украине? 80 тысяч еще? 100? 200 тысяч. 250. Кто больше, да? Миллион. На конец 2015 года вот такое количество. До 100 тысяч. Как посчитали? Есть предположения? Так, доу посчитала, налоговая посчитала. Черная экономика посчитала. На самом деле все просто. Это просто по количеству видов деятельности ФОП, соответствующих как бы, да, соответствующих айтишной индустрии. Ну, все просто. Практически все работают как ФОП, поэтому так и посчитали. Сколько их будет года через три? Есть предположения? В 2 раза? В 1,5. В 2 раза. Ну, примерно так. В 1,5-2 раза. Это не я придумал, это вот на многих конференциях об этом говорят. Учитывая тренды образования, тренды айтииндустрии, примерно так. Много-мало? Я думаю, что много. Нормально, да? Вот. По зарплатам. Это по зарплатам, да? Как вы думаете, какие тренды за последние 2-3 года по зарплатам есть? В среднем, если вы знаете, допустим, по специальности какой-то там уменьшается, увеличивается, держится, держится, снижается немножко, да? А у кого повышается? По каким специальностям повышается? По сеньорским повышается, по питону… А? Узкие какие? Фронтенды, да. Фронтенды повышаются. На самом деле так и есть. Это, в принципе, не только из-за нашей ситуации, да? На Востоке, на самом деле. Просто эти все курсы, эта вся армия, которая выпускается от джуниоров, да? Она разбавляет рынок. Это нормально. Ну, в том числе работает на разбавление этого кадрового голода. Что получается? Они, как вы говорите, держатся на одном уровне. Для джуниоров и медов снижаются. Статистика об этом есть. Увеличивается для фронтенда. Ну, и сеньоров, правильно подметили, для сеньоров, ну, некоторых увеличивается. Почему? Потому что преобладает аустафинг, а там заказчик хочет сеньоров. Ну, понятно, да? Поэтому нагоняет сам себе расходы заказчик. Посмотрим статистику. Статистика с доу, можно любить, не любить доу, как бы, да? Но, в принципе, погрешность небольшая. Вот такая картина примерно есть. Если мы посмотрим, это вот динамика по джаве, это годы декабрь. 11, 12, 13, 14, 15, да? Это вот жуниоры, жуниоры, меды, сеньоры. Как видно, джуниоры понижаются, эти держатся еще, да? Пока что держатся. Мы же говорим про будущее. Потом эти джуниоры их нагонят. Догонят. И будет тут то же самое. Детнет. То же самое. Снижается, держится, немножко повышается. PHP снижается, держится, повышается. Ну, опять же, повышается, вот тут повышалось, а тут держится. Ну, пошла уже на спад тенденция небольшая. JavaScript. Понижается, держится, потихоньку повышается, но потому, что это к фронтенду имеет отношение, да? Тестировщики. Понижается, пошло на понижение, тут пошло на удержание. То есть тенденция понятна, да? Они держатся или понижаются, это хорошо. Это, может быть, нам лично как бы в карман попадет меньше, но с точки зрения здоровости IT-индустрии это хорошо. Это плюс. Чем дешевле наши услуги получаются для заказчика конечного, тем больше будет заказов. Ну, логично, да? Ладно. По трендам развития IT-индустрии, такой вот радостный дядька выглядывает, да? Где же там хорошие тренды развития? Все знаем же мы, что преобладает у нас аустафинг в основном. Это продажа голов или команд заказчику. Ну, я имею в виду по количеству IT-шников. Ну, скорее всего, так. Дальше идет более продвинутый, это вот сорс проектов. Заказчик доверяет нам больше. Доверяет в том числе и project management, бизнес-анализ, какие-то вот решения принимать доверяют. Это такой более высокий уровень развития. Если пирамиду масла узнаете, вот там внизу, там такое. Хочу поесть, попить и чтоб было хорошо. Все. Вот. Это примерно то же самое. Согласны, да? Поставим. Поесть, попить. Wi-Fi, да? Wi-Fi, чтобы был Wi-Fi в кухне, да? Более высокий уровень – это разработка продуктов либо своих, либо для заказчика. Там включаются еще бизнесовые вещи. Ну, и высший пилотаж – это консалтинг. Консалтинг – там уже, как бы, это очень профессиональные люди, которые этим занимаются. То есть они это уже все прошли. Что с правом? По сути, компания, которая занимается стаффингом – это просто HR-ное агентство. Ну, по сути, да? Наняли, там как-то их покормили, пригрели, дали интернет, Wi-Fi на кухне, да? И все окей. На уровне делания проектов добавляется уже, должна быть у компании экспертиза в project management и бизнес-анализе. Согласна, да? Это более высокий уровень развития, он больше оплачивается. Следующий вот уровень развития – это добавляется на продуктовом, на продуктовом этаже, добавляются еще такие вещи, как это все продавать, бизнес, да, маркетинг. То есть более такие бизнесовые вещи, выходы на рынок, развитие продукта и так далее. Вот. Ну и там еще выше, как бы, это consulting skills – это тоже нужно уметь. Вот такие вот две пирамидки перевернутые, да, мы понимаем. Да. И почему их нарисовал? Потому что много компаний, они стремятся выйти из-за устава вверх. Это правильно, потому что устав дорогой для заказчика, его труднее продавать. Вот. Наибольшая причина отказов заказчиков от наших услуг в том, что устав дорогой. Поэтому логично выходить на более высокие, более высокие материи выходить, да. Тенденция такая есть, об этом говорят на конференциях, вот я тоже говорю сегодня. Вот. Говорят об этом большие компании, что они пытаются потихоньку переориентироваться со устава. Сам по себе устав – это не хорошо, не плохо, ну, в принципе, нормальная модель бизнеса, да. Но эти в перспективе, они более выгодны и более устойчивы, ну, для нашего рынка. Хорошо. Еще один тренд – это вот всякие там стартапы. Стартапы, хакатоны, инклубаторы, акселераторы и так далее. Что здесь интересно? То, что тоже взрывное такое пошло, взрывное развитие стартапов. Если посмотреть, ну, читать не нужно, наверное, да. Вот. Если посмотреть, это я взял просто на том же самом доу, фильтр сделал стартап хакатон. Это количество событий в эту тему за один месяц. Представляете, сколько? Раньше это вообще не было. Сейчас стартапы, хакатоны, всякие лайфхак, дэи делаются национального масштаба, местного масштаба, ну, просто полно. То есть идеи, как бы, идеи у людей есть. Что самое интересное, инвесторы тоже есть. И деньги у них есть. Причем инвесторы как зарубежные, так и инвесторы. У наших есть особенности, вот, да, бизнес по нашему. Ну, тоже они есть. Вопрос к вам. Какая самая главная проблема? Вот стартап есть, а вот есть инвестор. Не факт, что он пройдет. Конкуренция, что еще? Презентовать. Презентовать, что еще? Вкладывают деньги. Не вкладывают деньги, да. Самая большая проблема, как ты говорил, это в том, что не видно, как великую идею стартапа превратить бизнес. То есть люди не могут, то есть у людей есть стартапы, но они даже не думают, как эту идею не то, что продать потом, как ее просто провалитируют. Она вообще нужна или нет? Да? Просто классная идея, давайте сделаем. Отваливается, отваливается, статистика у меня есть по нашим местным, отваливается примерно процентов 98-99 стартапов. На этапе просто чтение первой страницы. Ну, серьезно, потому что нет понятной бизнес-идеи. Нет валидации, непонятно, как это все монетизировать. Поэтому тренд вроде бы пошел, такой всплеск. Ну, я думаю, что наши стартаперы вообще, они будут учиться бизнес-вещам, вырабатывать себе бизнес-мышление и пытаться все-таки донести свою идею языком бизнеса потенциальному инвестору. Иначе ничего не будет. То есть, у вас такие есть, или стартапы, или умысленные что-то, или сейчас, подумайте. Как это делать потом продавать? Как инвестору добить деньги? Дальше, тренд – это синергия IT и других бизнесов. Тоже очень такая тема в последнее время пошла. Ваш холодильник заказывает еду и какой-нибудь квадрокоптер привозит, прилетает к нам с пакетиком. Вот это про это, да? Internet of Things. Это пошло, причем по всему миру такая тенденция. Потом пошла робототехника, да? Даже агрегатура пошла туда же. Вот очень большой, и в Украине в том числе потенциал синергии. Ну, это когда-то понятно. Анализ данных, какие-то решения по анализу больших данных, какие-то системы, которые анализируют эти данные, да, какие-то дадут решения. Вот. Тоже по этому поводу много всяких мероприятий, хакатонов, конференций и так далее. Здесь чемпион Днепр. Так получилось. Вот по этим всем вещам. Вот. Очень активны в этом отношении. В принципе, молодцы. Хорошо. Какие выводы по трендам развития IT-индустрии? Такие выводы, что у нас, в принципе, в нашей стране есть огромный потенциал развития IT-индустрии. Да, то, что мы посмотрели. Вот. Все эти новые направления более высокого уровня бизнеса, синергия с другими дисциплинами и так далее. Огромный потенциал J-Level. Это джуниоры. J-Level. То есть выпускаются тысячами. Тысячами выпускаются. Джуниоры разные. Инженерные. Мэджорские. Вот. То есть они, пусть они как бы не все доходят, да, до конца. Не все устраиваются на работу. Но. А качество образования повышается. Означает, что они будут постепенно, через год-два-три, догонять, вливаться в ряды медов. Вот. И будет расправлять их. Огромное количество, как я говорил, их поступает. и по интенсивным развития через два-три года будет раза в полтора больше айтишников. Означает, что им нужно управлять этим потенциалом. Управляет. Кто управляет этим потенциалом? М-левел, да? А какие особенности должны быть у М-левела, чтобы им управлять нормально? Communication skill, Management skill, какие еще? М-левел. Как? Motion skill. Motion skill, intelligence, я перевожу, да. А какие еще? Кто еще управляет потенциалом? Совские. 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 Выправляет потенциалом. На самом деле не совсем так. Кто драйвит и управляет этим всем делом, этим всем потенциалом и развитием этой индустрии? Драйвит бизнесмены и предприниматели, на самом деле. То есть еще раз медленно повторю. Драйвит развитие этой индустрии бизнесмены и предприниматели. не армия джуниора, поверьте, она никому не нужна. Если эти люди не могут продать это заказчику, адекватно продать, если они не могут развивать индустрию и не могут растить эту армию джуниора, ну правда же, кто продает заказчику джуниор или сеньор джуниор, нет. Занимается вот этим. Причем, к чему я веду, что это здесь под предпринимательством и бизнесом я проразумеваю как профессию, то есть, например, это сельс-менеджер, либо же хозяин бизнеса, либо же CEO, CEO и так далее, так и навык, который может быть или есть у каждого из нас. То есть, по сути, если вы обладаете навыком, респондностью предпринимательства, развития бизнеса, то вы можете помочь самим себе и своей компании, и заказчику развиваться. Правда? Это не project management. То, о чем я говорил. Мы не говорим о project management. Мы говорим о том, что о более великих вещах. Вот это вот развитие бизнеса, это вот бизнес-майн в голове должен быть. Это должно быть клиентоориентированное такое мышление, чтобы мы могли, имея эти навыки, помочь развиваться нам, компании-заказчику. Согласны? Это не такой же менеджмент. Что вы так приуныли? Там было про деньги, чтобы будет меньше, тут какие-то еще бизнес-навыки, да? Ну давайте, раскачивайтесь. Это ваше будущее. Тут такая краткая, краткий список основных болей, которые есть у фишечных компаний. Вот. Я их вам покажу сейчас, скажу сразу. Там ничего нет по project management. Опять же. То, что говорил предыдущий спикер, вот как бы это не о том. Это более великие вещи. Боли компании, я говорю о компаниях, которые растут. То есть от 20 тысяч человек до 200-300. Вот такого масштаба, да? Какие у них боли? Первое. Косичные продажи. То есть, чтобы то, что продается, можно было сделать нормально, да? Срок, деньги нужные, заказчик остался доволен. Это об этом. Не хватает очень сильно в компаниях, особенно растущих, клиентов бизнес-ориентированности среднего звена, МВ, то есть вот наших, да? Вот этого очень не хватает. Заточка бывает такая. Вот мой проект, моя команда, все, что меня не интересует. Ну, такое есть? Встречали такое, нет? Что? Познавайтесь. Есть. Есть. Вот. Такая проблема тоже есть. Проблема в основе рабочих процессов. Ну, это понятно. Потому что компания небольшая, и ей тяжело как бы понять, что нужны рабочие процессы. Тяжело их поставить. Потому что экспириенса нет. У меня наступают на свои рабы. Еще есть тема, это космосационное взаимодействие. Это взаимодействие между подразделениями. Ну, простейший пример. Продажники продают, вот, ПМ и делают. У них разные цели. Продажники продать, а ПМ и сделают. Вот возникает такой спор, мягко выражаясь, да, между ними. Ну, и развитие персонала. То есть бывает такое, никто не понимает, за что отвечает ПМ, или кто-нибудь еще, да? Кто кому-то чего должен передать, ну, какой-то там, артефакт деятельности. Как видите, в принципе, и про клиентство особенно-то и нет. Это все по отношению к развитию бизнеса, на самом деле. Откуда я это взял? Это как бы, ну, это мой опыт. Взял то, что делал много аудитов в айтишных компаниях. И компании заказывают заказные программы и по составу этих программ, и по тому, что происходит на аудите, видно, какие проблемы есть. Вот они. Да? Эти проблемы. И также добавляется конференция, общение. То есть волнует, на самом деле, наш бизнес, волнует не Project Management, волнует его развитие. Развитие вот оно. Вот в этих проблемах, да? Вот такие, почему я об этом вот так долго говорю, много, чтобы вы как бы ориентировались у себя, там, в Москву, где-нибудь тумбер переключился. Что я не просто, допустим, там, PM, либо Delivery Manager. Вот я работаю на развитии бизнеса, на самом деле. Своего, если у вас свой бизнес, своего проекта, заказчика, компании, в которой вы работаете. Грозные вызовы для MLB, то есть для вас, для нас. Вот. Как вы думаете, какие грозные вызовы? Спив, конкуренция между кем? Ну, снижение, 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 конкуренция с новой кровью, да? Да. Что еще? Какие еще грозные вызовы? Самоорганизованные команды. Это гроза? ДРВ. Ну, вероятно, да. Конкуренция в проектах. А? Конкуренция в проектах. Проекты, конкуренция, проекты с проектами? Нет, ну, то, что какая-то компания конкурирует за проект в другой. А, ну, в принципе, у нас конкуренции особенно нет. То есть мы работаем на внешней рынке, там настолько широка область заказов, да? Что еще? Падение маржей. Падение маржей. Тоже такое есть. Ну, давайте посмотрим так. Во-первых, то, о чем я говорил, тренды развития индустрии. Это гроза и вызов, да? Понятно, что если тренды стремятся в сторону ухода от устава, там нужны другие скиллы, более бизнесовые скиллы. Правильно? Вот показываю, что время закончилось. Вы меня извините. Еще пять минут. Хорошо? Вот. Опять же, что еще? Количество J-Level тоже, как бы, и угроза, да, и вызов на самом деле. Потому что ее нужно управлять, управлять как бы без знания управления людьми и управления бизнесом невозможно. Такая непонятная строчка спокойное состояние передачи. Многие менеджеры работают передачи. Они передают информацию заказчика команде, команда заказчика. Ну, признайтесь честно. Ну, так часто бывает. Вот. Возникает и из-за этого тоже, из-за того, что, в принципе, живешь нормально, тут получаешь нормальное количество денег, да, вот, ты расслабляешься, спокойнее становишься. Вот. Но, вы же понимаете, догоняют вас тренды, догоняют лосарные жюниоров, да. Это важно понимать, что через буквально там пару лет, это недолго пару лет, это закончится быстро очень, да, вот ваши ожидания. Вот. Это все раз на годе. Воплощение структур. Это и вызов, и угроза. Потому что становится меньше уровня управления компании, соответственно, менеджмент, который остается, от него ожидается больше функций, больше навыков. Не только, допустим, в нашем случае бронепроектами, но еще и бизнесовых навыков, да. Бизнесовых, соус, скиллов и так далее. понимаете, понимаете, что такая тенденция получения структуры, она есть везде в мире. У нас тоже она подслеживается. И что самое интересное, пока, что, к сожалению, очень мало, не хватает образования для бизнес-менеджмента и C-level. C-level это CEO, да, CEO, не хватает бизнес-образования для этих сферок. Я не говорю о чем-нибудь таком масштабном, типа там, инжекта наших, висец экономики, либо там, юракадемия, я не об этом говорю. Вот, я говорю о доступном образовании, которое было бы, занимало бы очень много времени у людей, и которое бы давало необходимые навыки в обысках. Соответственно, как бы не хватает налога предпринимательства, вот, и грамотности, финансово-ридической, тоже не хватает. Вот, курсы постепенно появляются, но мы не говорим про MBA, потому что это такое, очень единичные люди туда ходят, да, это очень дорого. Вот, я имею, я говорю про доступность. То есть, их практически нет, но появляются, это хорошо. Просто обратите внимание на вот эти вот вещи, бизнесовые, да, подумайте, что вам это, скорее всего, будет нужно. Если ничего не делать, что будет? Ничего не будет, да? Все будет так же. Все будет так же, вообще хорошо, хорошо, на чем париться. Конкуренция на вставку. Конкуренция будет, то есть, подросшие джуниоры, в том числе, и PM, вас просто выгонят, выдавят. Нет, я не отдаю. А что? Ну, вставка, что-то, он все мировое заметил, что там, будет понижение зарплаты, а понижение стоимости, ну, скорее всего. Это не украинство. Да, да, да. Ну, что будет? Будет, давай, до свидания, профессиональное. Опять же, если вы, как бы, не войдете в полоскую структуру, если вы не воспримете то, что мир меняется, тенденции меняются, да, есть тенденции, то, то есть вы не сможете, имея только лишь навыки передатчика, вот, вы не сможете, как бы, встроиться в, какую-нибудь, компанию хорошую, которая развивается, довольно-таки, динамично. Нет, нет, не внести будущего, да. Вот, и снижение СДП, то есть вот такие у нас, что будет, если ничего не делать, да, а будете что-нибудь делать? Кто будет что-нибудь делать? Я буду, а вы, будете? Так мало? Не поверили еще, да? Ну ладно, вас прогонит через пару лет, может даже быстрее. Ну, как-то так. Что делать? Это последний слайд, слава богу. Во-первых, отслеживать тренды, что происходит? Просто смотрите, какие вообще мероприятия происходят, ну, вот в Украине, да, вот это мероприятие, какие-то тренды, да, вы там уловили, может быть, там какие-то другие, в других городах, и так далее. посещаете их, развиваете сквозь дисциплина, что я имею в виду? Если, допустим, в АПМ, поговорите с тем же сейлом, как они работают, что интересно сейлу, какие у сейла интересы, да, за что у него будет премия, вот, что делать, чтобы, в связи с тем, как он работает, чтобы вы понимали процедуру, да, что ему нужно от вас, и так далее. То же самое, пусть сейл у вас спросят, а как вы работаете, что нужно вам от сейла, какая информация, какие у вас интересы. Таким образом, вы друг друга будете образовывать, и вы будете понимать друг друга гораздо лучше. Ну, то же самое касается к любым другим, там, парам, тройкам, там, специальности, либо подразделений, очень важно понимать, как они взаимодействуют, чтобы вы понимали, как работает вообще ваш бизнес, ваша компания. Развивайте навыки бизнес-мышления к лет-ориентированности. То, что я говорил, о том, что бизнес-образования нету, но оно потихоньку появляется. Развивайте, ищите, курсы, в принципе, есть, вот, очень поможет, для того, чтобы вы были в истории, как говорится, через год, два, три. Ну, и нужно вам тоже пытаться травить эти индустрии, не только, чтобы ваш менеджмент либо там ваш заказчик, либо там какой-нибудь там SEO ваш, да, драйвер, чтобы вы тоже драйвер, путем, каким путем, отслеживания трендов и мировых, и логальных, вот, путем, опять же, если вы, допустим, образуете себя, там, в бизнес-мышлении, то есть, вы можете предлагать, к тому же, заказчику, вашему менеджменту, какие-то реально классные решения, предложения дала, да, то есть, просто, хочется вас так, подтолкнуть к тому, чтобы вы тоже драйвер, не просто сижу спокойно, перед датчиком работаю, да, вот, чтобы вы тоже драйвер этой индустрии, вот, ну и, наверное, все, да, да, вот, я закончил, пожалуйста, вопрос. Спасибо, Сергей, вы говорили о проблеме бизнес-процессов, можете, с высоты вашего опыта, несколько советов дать, как это все самодиагностировать, куда стремиться, как индивидуализировать проблемы, будет основание. Ну, во-первых, думаю, что будет потом презентация, или не будет, потом будет на сайте выложено, да, вот там слайд, где были типичные проблемы в компании, в первую очередь, туда посмотрите, вот, там, скорее всего, проблема там, то есть, мы даже не доходим до планирования, если у вас проблема с заказчику реальных, реалистичных проектов, то вы в этом планировали, ничего не поможет уже, то есть, посмотрите, вот на типичное то, что есть, плюс у вас, где-то, начинается размер, примерно, человек 30-40, должна быть роль процессника, человек, который, который, когда вы понимали, что процессы важны, он понимает, как их настроить, опять же, без фанатизма, сугубо, чтобы это было, ну, было полезно, с точки зрения бизнеса вашей компании, вот, этот человек мог бы помочь настроить процессы, вот, можно привлекать внешних, там, каких-то, процессников, либо же, во-первых, спасибо за выступление, и, во-вторых, вы проследили тенденцию по зарплате в эти сферы за несколько лет, вы проследили тенденцию по количеству людей, которые входят в эти сферы, у меня такой вопрос, вы отслеживали тенденцию к требованиям к самим проектам, как изменилось, ну, в каких сферах начали более востребованные проекты, какие требования, как изменялись требования, требования к чему, в каких сферах больше востребовано, то, просто я, то, что я сейчас вижу, это в основном, какие-то коммерческие вспомогательные структуры, или веб-сайты, или приложения, или игрушки, вот, такие три трендов, можете ли вы что-то добавить, или, на самом деле, востребованность очень широкая, то есть, если большие проекты, там, этот прайс уравнятся, вот, ну, имеется в виду, если вопрос о том, где востребован, ну, реальный боджек-конеджмент, то, именно, по бизнес-даминам, наверное, это более востребовано, во-первых, во-вторых, в больших компаниях, там, где большие, ну, большие аккаунты, ну, компании, большие аккаунты заказчиков, да, вот, там тоже востребовано, то есть, ну, это тоже, на самом деле, будущее, нормальный, это же, мы нажимаем, и вот, это вот, первые, которые там показывают, да, устал, потом проекты, пошли, да, вот это вот тоже, наше будущее, куда-то тенденция идет, увеличение доли, на, по проекту, по отношению к усталу. Сергей, спасибо за доклад, вы упомянули, что для заказчика выходит устал дороже, чем более высокий, как бы, уровень иерархии, но, в то же время, говорите, что для проекта, для продакта, для девелопмента, нужны бизнес-скиллы, нужно больше людей, которые шарят в теме, скажем так, да, которые не продюсят код, почему в итоге выходит устал, и заказчику дороже, чем более высокий. Ну, потому что в усталфе больше конкуренции, во-первых, получается, да, и, как бы, он дороже получается, чем потому, что конкуренция идет, на самом деле, за сеньева, в основном, если посмотрите, то заказчик в усталфе говорит, а что 5 сеньева, ну, может быть, там парочку медов, вот, поэтому дорогой получается, ну, понятно, если мы говорим о проектах, то там компания обычно имеет право формировать команду сама, то есть, разбавляет команду, там, инженеры могут быть, то есть, она получается, если пересчитывать, грубо говоря, на человека час средней команды, то стоимость уже ниже, вот, но услуг больше, да, мы добавляем еще услуги менеджмента, бизнес-анализа, и любые, более высокого уровня услуги стоят дороже, всегда, везде, в любой индустрии, вот, поэтому, как бы, там просто нужно, как бы, еще уметь зайти, делать, где проект, да, это тоже, как бы, искусство, вот, и заказчик победить, ну, чтобы заказчик поверил, вот, но, как бы, там потенциал, на самом деле, выше, но там ажа потенциально больше. спасибо. Спасибо. Добрый день, Сергей, спасибо за ваше наблюдение, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то данные, или можете поделиться своими наблюдениями, о развитии и тренде робототехнических projects в компаниях в Украине, которые приходят, к примеру, ну, то есть мы отсекаем те проекты, которые, вынужденно появились в Украине, а именно те, которые пришли из, из океана. Ну, я, наверное, не подскажу особенно, но подскажу, что можно просто поискать, поискать информацию, очень много, на самом деле, происходит мероприятий. Поступают ли, ну, как вы вообще наблюдали, наблюдали ли, поступали, или такие проекты компании в Украине? Я, честно, не подскажу, не подскажу. Лучше смотреть, и слеживать новую информацию в прессе, где-нибудь там. Спасибо. Соль. Спасибо за согласие. Скажите, не видите ли вы свидетельствовать того, что Украина превращается в Индию, и за счет того, что люди приходят войти не за счет увлеченности, а за счет большой разницы между обычными зарплатами и зарплатами айтичника? Ну, где Украина, где Индия, да? Там миллионы, тут тысячи. Имеет ли снижение качества услуг? Я думаю, что нет, потому что, на самом деле, компании довольно-таки эффективно отбирают людей. Пока что, и, наверное, так и будет. Просто, статистика этого устройства говорит о том, что устраивается примерно 10-20% после курса. Это означает, что у компании довольно-таки высокие требования. То есть, я, пока не имею, в ближайшее время не вижу, что это превратится в некачественное какое-то вот, это вот сообщество будет некачественное у нас, да? Думаю, что нет. Все-таки не те масштабы и исторически как бы у нас и образование лучше, да? и требования компаний высокие тоже больше к айтишникам. То есть, скорее всего, в ряду будет ухудшение качества. Доклад, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что в Астафе сложнее нам подавать программистов более низкого уровня. Разве это не вопрос договоренности? И вообще, почему вот именно аутсорс, это, так сказать, аутсорс-проектов спасет нас от риска? Мне кажется, ну, продукт да, вот тут, мне кажется, граница размыта. Это первый вопрос. А второй, как компания, как вы готовите эту новую элину? Смотрите, по поводу, да, по поводу аутсорс. На самом деле, компании-то тоже не отслеживают тренды. Вот, и компании понимают, что без приема себе джуниоров и их взращивания, да? Очень тяжело продавать свои услуги. Ну, по причине дорогой резны. Понятно. Поэтому, вот, тренд такой есть, что компании-таки принимают себе, постепенно начинают осознавать и принимают себе джуниоров. То есть, даже у нас есть такие ситуации, когда до этого два джуниоров минимум пусть будет бить. Ладно, Тоже, как и сейчас, соглашаются на то, что будет джуниор. И, если взять перспективу там года 2-3, то джуниор будет дешевле при суммарной нормальной отдаче от него, он будет все равно дешевле. Вот, у джуниора, по идее, если правильно его воспитывать и мотивировать, у него будет более долгий путь в этой компании. И он будет заточен именно по этой компании. Вот так. В принципе, компания в этом хорошо. Расчет разницы. Ну и между в аутсорсе уже проектов, там похожие риски будут на самом деле? Потому что, сказать так, что прямо вот там можно будет нагнать толку джуниоров и не будет... Не, ну все же, конечно, без планкизма. Понимаете? Мне кажется, разница незначительная. А вот про джуниора... Ну, не знаю. То есть, компания сам себе решает. Может быть, там нужно кирпичи носить. Там можно джуниора за нагнать. А может быть, там что-нибудь более высокоуровневое. То есть, в принципе, пытаются, конечно, все подобрать команду наиболее подходящую и сбалансированную, это понятно, да? Но путем внедрения джуниора в его став мы снижаем скорость уступов. Это хорошо тоже. А компания как готовились? Ну, как готовились? Допустим, у нас в компании есть курсы в универе, да? То есть, мы берем оттуда стажировку студентов. Вот. Стажировку и потом принимаем на работу. Ну, допустим, хотя бы там. Сергей, спасибо за доклад. Давайте похлопаем в них.